Добрый вечер, в эфире ОРТ, программа «Здесь и сейчас». Вчера в Стамбуле началась встреча глав государств и правительств стран, организаций по безопасности и сотрудничеству в Европе. Началась встреча неожиданно с удивительно жесткого выступления президента России Ельцина и удивительно мягкого выступления президента США Клинтона. Здесь сейчас из Стамбула с нами на связи министр иностранных дел России Игорь Иванов. Игорь Сергеевич, надеюсь, связь у нас будет лучше, чем вчера. Скажите, что, на ваш взгляд, переломило ход встречи? Выступление Ельцина или выступление Клинтона? Что было более значимым? Я думаю, что, несомненно, на встрече центральной фигурой был президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Я думаю, что его выступление, а он выступал вторым на встрече, задало тон обсуждений, дискуссий, четко зафиксировало позицию России, особенно в условиях той атмосферы, которая предшествовала нашей встрече, когда некоторые пытались использовать эту встречу для того, чтобы нагнетать атмосферу вокруг событий на Северном Кавказе и таким образом попытаться оказывать давление на Россию, вплоть до попыток вмешательства на внутренние дела. Все это было самым твердым образом отведено российским президентом. И подтверждена на конференции позиция, что это внутренняя проблема России, подтверждено уважение территориальной целостности России, подтверждено, что речь идет о борьбе с международным терроризмом. Поэтому эти основные принципы, совершенно твердо заявленные президентом России, затем повлияли на ход самой дискуссии. А то, что президент США Клинтон фактически поддержал россиян в том, что делается в Чечне, это было для вас неожиданностью? Не только президент Клинтон, но это очень важно, что и президент Клинтон отметил, что в Чечне речь идет о борьбе с международным терроризмом. Многие другие выступающие говорили об этом. И для нас это было не столько неожиданностью, столько важной международной поддержкой той решительной борьбы, которую сегодня руководство России ведет с терроризмом на Северном Кавказе. А в этом смысле, вот сегодняшний день, он как-то изменил расстановку сил, ну, например, в Восьмерке? Как я понял, Франция и Германия настроены не очень хорошо по отношению к российским действиям на Кавказе. И, собственно, президент Ельцин даже не стал общаться с их руководителями и улетел в Москву. Кто вот как бы за и против? Я надеюсь, я... Я, ну, во-первых, президент России встречался с президентом Франции и федеральным францем... Формально очень. ...господином Шрёдером. Нет, я хочу подчеркнуть, что эта встреча была неформальной. На встрече, наоборот, три руководителя договорились, чтобы эта встреча не была формальной, 15-20 минут, чтобы у них была возможность подробно обсудить актуальные международные проблемы и те вызовы, с которыми сегодня человечество сталкивается. Они договорились провести полномасштабную встречу большой тройки в Париже в конце декабря и в ходе которой обсудить все эти важные проблемы. Поэтому это важный итог встречи трёх руководителей. Теперь, возвращаясь к вашему первому вопросу, хочу сказать, что вот такая твёрдая позиция президента России, я думаю, отбила охоту тех, кто хотел бы раскручивать здесь чеченскую тему, как на самой конференции, так и вокруг конференции. Поэтому, мне кажется, что это принципиально важно и во многом повлияло на ход конференции. Просто это интерпретируется таким образом, что, видимо, Россия пошла навстречу американцам в чём-то, например, в договоре по противоракетной обороне. Ну, никаких, разумеется, предварительных согласований или договорённостей не было и быть не могло. Каждая страна излагает свою позицию, своё мнение, а тем более неуместно говорить о каком-либо торге. Позиция России по Чечне – это не торг, она не подлежит какому-либо размену. Позиция России по вопросам противоракетной обороны также не подлежит какому-нибудь торгу. Да, во время встречи двух президентов обсуждался вопрос и о стратегической стабильности, в том числе и по договору ПАПРО, а также по договору АСНВ. И было условлено, что будут продолжены активные консультации для того, чтобы американская страна могла подробно разъяснить, о чём идёт речь, когда они говорят о необходимости создания национальной противоракетной обороны и почему, как они говорят, с их точки зрения, это не должно угрожать интересам России. Пока таких объяснений мы не получили и консультации будут продолжены. Но, повторяю, ни о каких разменах, ни о каком торге не было и речи быть не могло. Саш, с точки зрения сегодняшний день, по сравнению со вчерашним, Россия стала лучше в международном пространстве или хуже? Стало теплее или холоднее? Стали мы ближе к отношениям времён Карибского кризиса или к отношениям времён крушения Берлинской стены, как мы тут недавно с Евгением Алексеевичем Примаковым? Прежде всего я хочу сказать, что стало ясно совершенно, что Россия здесь ни на какие уступки не пойдёт и идти не может, что с террористами будет один разговор, или они пойдут под суд, или они будут ликвидированы, что Россия заинтересована в урегулировании, в политическом урегулировании ситуации в Чечне и будет для этого делать всё необходимое и готова в том, что касается решения гуманитарных проблем, сотрудничать с международным сообществом. Поэтому те, кто пытались использовать эту нашу, если хотите, беду, для того, чтобы получить какие-то выгоды и уступки, то они поняли, что это бесперспективное дело. Поэтому мы никакой конфронтации не идём, мы конфронтации не желаем, мы желаем сотрудничества. И я думаю, что завтра, по крайней мере, такое настроение, мы подпишем важные документы. Это хартию европейской безопасности, это адаптированный договор по обычным вооружённым силам. И таким образом продемонстрируем, что всё-таки надо смотреть вперёд, надо думать о том, каким образом совместно сделать Европу безопасной и стабильной. Документы, которые вы перечислили, чрезвычайно важные, будут подписаны, если всех устроит текст итоговой декларации, над которой, собственно, сейчас, как я понимаю, идёт работа, от которой мы вас, собственно, и оторвали. Что там будет сказано о Чечне? Сейчас текст итоговой декларации пока находится в работе. Я бы сейчас не комментировал, учитывая, что редакция продолжается, не говорил бы о каких-то конкретных формулировках. Могу сразу заявить, что никаких даже намёков на вмешательство во внутренние дела, естественно, там не будет. Там будет чётко подчёркнуто, что речь идёт о борьбе с международным терроризмом, будет чётко подчёркнуто признание, уважение территориальной целостности России. Вместе с тем будет подчёркнуто, что мы неоднократно говорили и повторяем о том, что, разумеется, мы готовы сотрудничать с международными организациями, в том числе с ОБСЕ, в интересах решения тех гуманитарных проблем, с которыми сейчас сталкиваются граждане Чечни. Я повторяю, граждане Чечни, потому что это не только чеченцы, но и лица иной национальности. И если международные организации, иностранные государства готовы нам такую помощь оказать, то мы от неё отказываться, естественно, не будем. Наша позиция по Косово в этой итоговой декларации нашла какое-то отражение? Что там будет про Косово сказать? Ещё раз хочу сказать, что сейчас продолжается редактирование, но по Косово, в частности, будет подчёркнуто, что мы категорически против создания моноэтнического государства, что мы считаем, что должны уважаться интересы всех лиц, независимо от их национальности или от их религиозных симпатий, что должны все иметь возможность вернуться в Косово и жить вместе в мире на территории этого края. Будет подчёркнута необходимость уважения и полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1244, где чётко определяется, что проблема Косово должна решаться при уважении суверенитета и территориальной целостности Югославии. Будут ряд иных формулировок, поэтому я думаю, что завтра, я надеюсь, этот документ будет принят, вы будете иметь возможность ознакомиться более подробно. Я желаю вам на переговорах по поводу этих документов с вашими коллегами как-то нашу позицию провести. Сейчас, мне кажется, вся страна следит за тем, что там происходит. Спасибо ещё раз. Я думаю, подтвердился старый принцип британской дипломатии. Подтвердился в очередной раз. Не бывает постоянных друзей и постоянных врагов, но всегда есть постоянные интересы. Здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. «Вид» по заказу ОРТ.